Железнодорожный переезд Звуковая сигнализация, а также семафор, красным светом моргат Почему продолжаете движение через ЖД переезд? Вы не заметили сегодня то, что вы теперь лишитесь водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев по решению суда? К слову, на этом участке водители часто не видят и не слышат Не хватает терпения, проскакивают через пути Впрочем, присутствие инспектора ГИБДД заставляет ждать А вот собственный поезд По словам представителей РЖД Если загорелся красный сигнал светофора, ехать нельзя ни в коем случае Может, вы и не видите поезд, но махина уже мчится на огромной скорости Причиной остановки является звуковая сигнализация и световая сигнализация Она загорается в то время, когда прокладывается маршрут через переезд подвижному составу Это именно для того, чтобы все водители успели остановиться и пропустить безопасно подвижной состав через переезд Если поезд прошел, а красный сигнал горит, это вовсе не означает, что заклинило светофор, как думают многие водители В данных условиях здесь многопутная железная дорога То есть не один путь, а два пути При проследовании хвостового вагона по переезду одного состава Может тут же пойти голова другого состава в противоположном направлении По словам инспектора в ГИБДД, на тех участках, где отсутствует светофор, водители и вовсе не соблюдают правила и меры безопасности Не считают нужным останавливаться у знака стоп По мнению многих, поезду тут неоткуда взяться Вы не остановились перед знаком Почему я уже остановился? Вот я стою на вас, смотрю и не заметил, что вы остановились Или в вашем понимании, немножко притормозил и продолжаю движение, это остановился? Остановился, это когда колеса в автомобиле не крутятся На железнодорожных переездах, а правил ДТП, одни из самых ужасных и кошмарных Ну я же остановился, как было Ну, не совсем, не полностью Вот, видите, не совсем, не полностью Автомобиль должен полностью остановиться Вы должны убедиться в отсутствии подвижного состава, либо резины, да, продолжить свое движение Знак не просто так Наказание знаете какое за данное правонарушение? Штраф 1000 рублей Не боитесь под поезд попасть? Машина в дребезге Водитель на скорой, как правило, уезжает после встречи с локомотивом На локомотиве краску обновляют и все, больше там повреждений никаких нет Какими последствиями может обернуться столкновение с поездом, водители не глупые понимают Глупость нарушать и рассчитывать, что беда не случится В эти выходные инспекторы ГИБДД усиленно ловили и пьяных водителей Об этом далее На трассе и в городе инспекторы ГИБДД провели массовые проверки транспорта Во время мероприятия в городе полицейские выявили нетрезвого водителя Своей вины мужчина не отрицал Как выяснилось водительского удостоверения, за пьяную езду мужчина лишается уже не первый раз От руля его отстранили, машину поместили на спецстоянку Ну а всего за выходные инспекторы ГИБДД задержали 16 нетрезвых водителей Четырех из них ждет наказание по уголовной статье Мероприятия по выявлению нарушителей прошли и на трассе Инспекторы останавливали водителей, которые нарушали правила обгона Автолюбителям объясняли, как это опасно, а также выписывали штрафы За выходные инспекторы ГИБДД поймали 25 таких нарушителей Полицейские напоминают, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф о размере 5000 рублей Либо лишение на срок от 4 месяцев до полугода Ну а в городе и на трассе продолжает свою работу скрытый контроль Все подробности прямо сейчас Инспекторы ГИБДД на машине без опознавательной символики Полиция выявляют нарушителей, затем данные о машине передают коллегам Такой метод борьбы с нарушителями весьма эффективный Инспекторы ловят тех, кто выезжает на запрещающий сигнал светофора Нарушает правила обгона и допускает себе другие группы и вольности на дороге Такая работа будет вестись постоянно Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578 555 Смотрите нас на сайте 35media.ru На этом все, увидимся в пятницу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова